Католическая церковь и христиане должны просить прощения у геев за прежние отношения к ним. Такое заявление прозвучало из уст самого папы римского Франциска. Небо над Парижем окрасилось в едкие оранжевые. Пылает сердце Франции. Символ веры католиков, культурное наследие человечества. В прямом эфире весь мир смотрел, как горит собор Парижской Богоматии. Наблюдал за собой. Сегодня утром в Астрахани был убит. Полутрых давал ребенок. Трагедия произошла в Трусовском районе. Число жилет в лихорадке гола превысило 1400 человек и еще более 2600 инфицировано. Группа биологов из России и Франции обнаружила на северо-востоке Сибири новый ранее неизвестный вирус. Я тебе неприятен? Нет, просто я... Я боюсь, когда ты такой. Какой? Я безумно тебя люблю. Ты злишься. Ты думаешь, я не чувствую? Тебе не понравилось то, что я потребовала алименты. Я этого не ожидал. Твоя злость оказалась сильнее любви. Здравствуйте. Вы смотрите новости на первом независимом студии Буле Алкасова. Спонсор выпуска компании Отличные Наличные. И вот о чем мы расскажем. А сейчас о событиях нашего тела. Нам все чаще поступают сообщения о распространении неизвестных заболеваний. У людей меняется цвет глаз. Остальные симптомы пока не изучены. Прикрутим не прикасаться к своим глазам в общественном транспорте и чаще мыть руки. Если мы посмотрим на поведение, которое в прошлом, да и сейчас принимают за одержимость, то увидим, что зачастую оно аналогично современным психиатрическим и неврологическим расстройствам, таким как шизофрения, депрессия, эпилепсия. Это очень любопытная тенденция. Все люди ищут оправдания. Каждый хочет быть жертвой. Люди стремятся избежать моральной ответственности. Таким образом, они слагают ответственность за свою жизнь и поступки на демонов, обвиняя во всем их. Судьба Анны Лиза Шак... Тебе не пора спать? Ну блин! Максим! Мне не спится. Я бы посмотрела, как бы ты спал в моем положении. Ты же знаешь, что мне сейчас трудно. Я понимаю. Третий раз за ночь просыпаюсь. Такие репортажи не поспособствуют твоему сну. Может, я заразилась от тебя бессонницей? Ну ты же знаешь, что это временно. Через полгода мне могут дать штатное место в столице. Но это работа, это наш единственный шанс выбрыться из этого городка. Знаешь, иногда мне кажется, что, может, не стоит. Может быть, жизнь здесь не так плоха. Здесь тихо. Мало людей. Природа. Безопасность. К тому же тут я ощущаю себя как-то нитимой. Нитимой. С тобой тяжело не согласиться. Я хочу, чтобы у него было больше возможностей, чем у меня. Ты будешь прекрасным отцом. Есть такой прекрасный шанс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Ну что, как поработал? Я должен был перевести один текст Но я просто не смог заставить себя работать Так что я еле прикрюнулся к нему И когда тебе его сдавать? ДимаTorzok А выкинешь фото мусы? Да, хорошо ДимаTorzok 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 Почему бы нам не поговорить внутри? ДимаTorzok 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 Всегда есть кто-то вроде тебя Я видел тебя прошлой ночью Ты это знаешь Так что хватит придуливаться Ты понятия не умеешь что происходит Я знаю что происходит Накачиваешь людей какой-то дрянью Что это? Вы уже и так отравлены Господи Я спасла вас Вы же сами это Что это вы хотите? Я вижу это ваши посуды Что это вообще такое? Поздно, Окси Для тебя уже слишком много Поздно, Окси Что случилось? Ничего Просто захотелось побыть поближе Ты где-то был? Ты знаешь жильца из дома напротив? Угу Мы скоро уедем отсюда А до тех пор Я попрошу держаться от него подальше Хорошо? Хорошо Обещай мне Обещаю Угу Пезieg Его Танков А В Нейм Танков Р Продолжение следует...